Здравствуйте! Вот представьте себе, что у вас в руках коробочка, а в коробочке что-то может быть есть, а может ничего нет. Маленькая коробочка. Что вы сделаете, чтобы узнать, есть там что-то или нет? Возьмете и потрясете, правда? Если там что-то есть, вы услышите звук. А вот представьте себе, у нас в проводниках электрических есть электроны. Как вы думаете, если потрясти кусочек проводника электрического, услышите вы звук, как там электроны вот так вот бегают от одного края проводника к другому, когда вы трясете или нет? Оказывается, можно услышать. И дело, услышан этот был звук еще до революции, еще до 17-го года. Два наших российских, а позднее советских физика, Мандельштам, вот прошу посмотреть его портрет, это он уже в расцвете своих научных сил в 40-е годы, он кроме того опыта, о котором я расскажу, оставил большой вклад в оптики, значит, комбинационное рассеяние, вот вместе с Лансбергом он открыл когда-то, а это вот по полексии, тоже в расцвете своей славы уже в 40-е годы. Так вот, опыт их был очень прост. Посмотрите-ка, катушечка проводника, вот она здесь, L, катушка намотана, да? Катушка приводится, как они говорят, в крутильные колебания. Что значит? Вот она подвешена, видите, что такое стержень? Это не стержень, это на самом деле кварцевая нить. Кварцевая нить замечательна тем, что если вы ее скручиваете, она, ну как сказать, как пружинка, раскручивается в другую сторону, да? И вот они привели в крутильные колебания вот такую вот катушечку с проводником. Что будет с электронами, которые в проводнике есть? Свободные, кстати, электроны. Это называется металлическая связь. Они будут бросаться то в одну сторону, то в другую сторону, то в одну сторону, то в другую, в зависимости от крутильных колебаний. А вот посмотрите-ка, к ней подключен телефон. Это телефончик, который в телефон вставляется, да? Угольный телефон. И в нем будут щелчки слышны. Щелчки от этих самых электронов, которые то в одну сторону бросаются, то в другую сторону бросаются. Нужно было только намотать много-много вот этого самого вот провода. И тогда электронов будет то в одну сторону, то в другую бросаться очень много. Каждый раз щелчок электронов. Вот так вот они показали, что существуют, понимаете, электроны. И в скором времени, разрабатывая их идею, достаточно было еще поставить, что прибор, который выпрямляет ток. То есть в какую сторону побегут электроны. То есть какой у них заряд. Положительный или отрицательный. Так вот все было определено. Кстати говоря, по силе щелчка, если вместо телефона подключить чувствительный голевонометр, таких чувствительных голевонометров во времена Мандельштама по полексе еще не было. Вот. Если вы его подключите, его подключили. Буквально через несколько... Нет, американцы. У них было более лучшее оборудование. Вот. Можно определить еще и соотношение заряда и массы электрона. Представляете как? То есть вот этот вот путь к глубинам или высотам, я вот сейчас раздумываю, познание природы вещества, он начался с такого вот простого пощелкивания в телефонной трубке. То есть реально это подключалось просто к телефонной трубке. Потому что телефон был... Вот этот телефон. Это называется микрофон... Громкоговоритель. Телефон из телефонной трубки. Вот так. Надо сказать, что, наверное, это первый и единственный в курсе общей физики, по крайней мере, эксперимент, где ускорение электронов проводится вот чисто механически, да, за счет сил инерции. Правда? То есть останавливают эту катушку, и электроны бросаются, значит, по инерции вперед. Как пассажиры трамвая, когда он резко тормозит, падают вперед. Так электроны здесь падают вперед. Вот такое вот удивительное свойство электронов. И, пожалуй, это единственный опыт, в котором электроны проявляют себя, как вот такие вот макроскопически ощущаемые тела, обладающие массой и зарядом. Спасибо вам за внимание. Всех благ. Удачи. Продолжение следует...